Проснись, мистер Грин. Шах и мат. Как? Что как? Мы спасли тебе жизнь. Теперь скажи мне, как ты выигрываешь? Всё очень просто. Ты делаешь основную работу, а я тебе лишь помогаю. Я должен скармливать тебе маленькие кусочки, заставляя поверить, что ты сам их выиграл, потому что ты умён, а я стала быть глуп. В каждой игре всегда есть тот, кто ведёт партию, и тот, кого разводят. Чем больше жертве кажется, что она ведёт игру, тем меньше она её в действительности контролирует. Так жертва затягивает на своей шее петлю, а я, как ведущий игру, ей помогаю. Так что, это и есть хвалёная формула? Формула необычайно глубока в своей эффективности и области приложения, но в то же время ужасно проста и абсолютно логична. Первое правило игры и разводки – единственный способ поумнеть играть с более умным противником. Правило номер два. Чем искушённее игра, тем искушённее соперник. Если соперник поистине хорош, он загонит жертву в ситуацию, которой сможет управлять. И чем она ближе к реальности, тем проще её управлять. Брось собаке кость. Найди слабое место своей жертвы и дай ей немного того, чего ей так хочется. Шах. Таким образом соперник отвлекает свою жертву, пока она корчится в объятиях собственной жадности. Шах. Мне на ум приходит образ змеи. Всё правильно. Играя со змеёй, поумнеешь быстрее. Чем масштабнее разводка, чем она древнее, тем проще её провернуть. По двум причинам. Людям кажется, что разводка не может быть такой древней и такой масштабной. Не могло ведь так много людей повестись на неё. И, наконец, когда жертва начинает сомневаться, что соперник ей равен, на самом деле она сомневается в своих собственных интеллектуальных способностях. Но никто в этом не признается. Даже самому себе. Шахмат. Больше не стану с тобой играть. Лучшего соперника ты находишь там, где меньше всего его ищешь. У тебя фокусов, как у клоуна в рукаве. Правда, мистер Гвин?